Не буду вам зачитывать до конца. Главное уплотнение успешной истории это постараться отыскать побудительные мотивы у конфликтующих сторон, управлять собственной жизненной ситуацией. Именно от нас зависит наше будущее. И когда они становятся авторами, они признают себя авторами соглашения. Мы можем подойти, приступить к его подготовке. В случае бизнес-конфликтов все происходит достаточно просто, сухо. Я имею ввиду подытоживание соглашения. Для этого есть обычаи делового оборота и закон. Само хорошо составленное медиативное соглашение, которое суд может утвердить в качестве мирового, может занимать один лист, одну страницу, максимум полтора листа. Если оно хорошо продумано. В случае детских и подростковых конфликтов письменные соглашения тоже можно составлять. И желательно их продумывать. Но самое главное, что здесь мы не можем обратиться к механизму обеспечения достигнутых договоренностей. Гарантами, гарантом достигнутых договоренностей являются сами стороны. Как сделать так, чтобы этот конфликт не повторился в будущем? Давайте подведем некоторые итоги вот здесь. Тот слайд, который я пропустил только что. Итак, конструирование альтернативной истории. Мы с вами познакомились с процессом вовлечения. Дальше экстернализация проблемы. Пересочинение и реконструирование альтернативной истории. Здесь вы видите, еще раз, приглашение на медиацию. На этой стадии медиатор предлагает участникам конфликта идентифицировать себя с альтернативными представлениями о взаимоотношениях. Мы заставляем стороны думать на этом этапе. Потому что нет ничего определенного заранее устоявшегося. И очень часто мы сами мыслим стереотипами. Как, например, мужчина, который прибегает к недружелюбным действиям и наносит побои женщине, имеет тоже определенное оправдание своим действиям. Надо разобраться, почему он это совершает. Мы не можем однозначно поставить на нем ермо. То есть осуществить вот эту стигмацию, не разобравшись во всем очень внимательно. Медиатор стремится извлечь урок из опыта конфликтующих сторон. Вот именно здесь мы говорим о культуре, о семье, о вероисповедании. Работа со взаимоотношениями. Поддерживается и поощряются действия, направленные на переопределение взаимоотношений. Переописание. Очень важно дать конфликту правильное имя и понять его свойства, сильные и слабые стороны. Описывается воздействие, альтернативная история на медиатора. Как мы говорим, здесь конфликт имеет самостоятельную сущность. И люди могут поступать в соответствии с теми переживаниями, нарративами, в которых они находятся. Работа и диалог. Документирование изменений. Для этого используется картирование. Та карта между ландшафтом действия и ландшафтом сознания, о котором мы с вами говорили. Здесь происходит привлечение внимания к опыту, не включенному в конфликтные истории. Потому что всегда существуют такие уникальные эпизоды взаимоуважения, взаимовыручки между сторонами. Потому что таково все социальное взаимодействие. Может быть, эта история случилась не так часто. Был хотя бы один положительный. Субтитры создавал DimaTorzok